Свыше 400 человек будет задействовано в охране порядка и обеспечении безопасности в период новогодних праздников. На дежурство заступят 200 сотрудников полиции, а также представители казачества, муниципальной народной дружины, частных охранных предприятий. Личный состав отдела, согласно приказу, переводится на усиленный график несения службы. Запланировано круглосуточное дежурство руководящего состава подразделений, работа усиленных следственных оперативных групп ГНР. Также хочу отметить, что впервые все, без исключения места проведения мероприятий, даже детские сады и образовательные учреждения, которых у нас большое множество, они все закреплены за сотрудниками полиции конкретно. За каждым заведением закреплен сотрудник полиции, который будет отвечать за охрану общественного порядка и проведение там новогодних мероприятий. Все анапские предприятия жизнеобеспечения в период новогодних каникул будут переведены на усиленный режим работы. Готова спецтехника для расчистки дорог в случае снежных заносов или гололеда. Для реагирования на возможные нештатные ситуации сформировано 11 оперативных групп из числа специалистов службы спасения и отряда Кубань-Спас, которые будут находиться в постоянной готовности. На контроле пожарная безопасность. Со всеми руководителями учреждений и ответственными должностными лицами проводятся инструктажи. Особое внимание будет уделено организации досуга детей во время каникул. До 25 декабря 2018 года в образовательных учреждениях будут проведены инструктажи с обучающимися, воспитанниками, работниками образовательных организаций по антитеррористической пожарной безопасности, по правилам поведения на дороге, в местах массового скопления людей, по правилам безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта, на льду и на воде. Ожидается, что на новогодние праздники в Анапу приедут свыше 14 тысяч гостей. Все предприятия транспорта и связи, торговли и общественного питания, санаторно-курортного комплекса прошли проверку на предмет антитеррористической защищенности. Заместитель главы Валерий Королёв потребовал активизировать работу по выявлению нелегальных такси в новогодние дни. Общественники усилят контроль за обстановкой в жилом секторе. Первый заместитель главы города Сергей Петров акцентировал внимание собравшихся, что каждый должен сознавать степень своей ответственности и принимать все меры, чтобы анапчанам и гостям курорта ничто не омрачило в праздничные дни. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.